Система эмоциональной и физической свободы Сюзанны Семёновой представляет тест на созависимость. Созависимые люди всегда выбирают жить для кого-то или ради кого-то. Созависимые люди видят смысл жизни в постоянном жертвовании собой. Они больше дают, чем получают. Тащат на себе непомерную ношу, но, страдая от этого, не могут выбраться из своего сценария. Они часто не достигают своей цели, хотя вроде бы всё делают великолепно. Давайте вернёмся назад в ранние годы. Посмотрите, были ли в вашем детстве подобные ситуации, способствующие развитию созависимости. Знак первый. Мой дом небезопасен. Выросли в психологически неблагоприятной обстановке. Ваши родители периодически ругались. Между ними не было любви, приятия и понимания. Знак второй. Кто-то всегда был важнее, чем вы. Вы чувствовали, что другие люди, будь то ваши братья или сёстры, намного важнее, чем вы. Знак третий. Быстрое взросление. Вам пришлось рано повзрослеть, понимая, что если вы о себе не позаботитесь, никто этого не сделает. Знак четвёртый. Сказать «нет» вы не могли. Родители вторгались в ваше личностное пространство тогда, когда им было это нужно, игнорируя при этом то, чем вы занимались на данный момент. Скажи «нет», скажи «нет», крутилось у вас в голове, но вы вынуждены были идти и делать то, чего вам совсем не хотелось бы. Знак пятый. Что бы вы ни делали, вы никогда не были достаточно хороши. Вы привыкли, так сказать, прыгать через голову, чтобы вызвать одобрение своих родителей. Им было всё равно до ваших достижений, и вас это расстраивало. Знак шестой. Плакать или грустить – это плохо. В вашей семье часто говорилось о чувствах и эмоциях, которые недопустимы. Не смей повышать голос, чего ревёшь, как корова. Меж тем, ваши родители позволяли себе выражать эти чувства, особенно тогда, когда были пьяны или ругались. Знак седьмой. Люди ненадёжны, изменчивы. Ваши родители контролировали любовь. То давали, то забирали, в зависимости от вашего поведения или от того, что вы сделаете для них. Но часто вы совсем не понимали, что же нужно сделать, чтобы вас действительно любили. Знак восьмой. Это никого не волнует. Вы были как привидение в своём доме. Вас не замечали. Всё, о чём вы думали или говорили, никого не волновало. У вас никогда не было духовного контакта с родителями. Если вы нашли несколько совпадений с вашим детством, скорее всего, у вас могут быть проблемы во взаимоотношениях и в личной жизни. Посмотрите следующий тест о том, кого может привлечь девушка, страдающая созависимостью. Созависимые девушки просто притягивают к себе сложных мужчин. Часто нарциссического типа. Они мучаются в отношениях, думая, что любовь – это тяжёлая работа. Знак первых деструктивных отношений. Ваш друг изменчив, непредсказуем в своих эмоциях. Вы никогда не знаете, когда он будет любящим и понимающим, таким, каким он показался вам в самом начале. Знак второй – игра кошки-мышки. Ваш друг может часто игнорировать ваши звонки, но вы всегда должны отвечать на его. Знак третий – контролирующее поведение. Вы постоянно чувствуете себя под контролем, делая то, что нужно ему. Знак четвёртый – пассивная эмоциональная манипуляция. Он периодически лечит вас молчанием. Без объяснения. Знак пятый – вынужденные секреты. Вы вынуждены хранить секреты, так как он может раздражаться даже по пустякам. Знак шестой – что-то или кто-то всегда важнее, чем вы. Проблемы его друзей или любые другие дела для него всегда важнее, чем вы. Знак седьмой – никаких эмоций. Он не позволяет, не приветствует выражение ваших эмоций. Ему всё равно, что вы чувствуете. Он будет постоянно говорить только о себе и ещё о том, что вы опять неправы. Знак восьмой – дистанцирование. То притягивать, то отталкивать – его любимая игра. Такой мужчина избегает духовной близости. Ощущение одиночества в таких отношениях неизбежно. Знак девятый – отсутствие взаимопонимания. Он даже не станет пытаться выслушать вас, что бы вы ему не говорили. Знак десятый – его бывшая куда лучше вас. Он будет говорить вам о своих бывших подругах, как о самых интересных девушках, которых он только встречал. Если вы нашли совпадение в этих примерах, вам нужно избавляться от созависимости, так как ваш сценарий притянул в жизнь такого человека. Вы достойны лучшего.